Привет, ребят! С вами Миша. Мои поздравления, во-первых, с тем, что мы на шаг приблизились уже к официальному сезону, последняя игра предсезонки, все закончилось, ну и во-вторых, конечно, поздравляю, собственно, с результатом, потому что 4-0. Это хорошее настроение, это ребята, которые забили голы, это, в общем, позитивчик. Сульшер выставил состав, о котором мы чуть позже поговорим, довольно-таки боевой, можно сказать, практически основной, за исключением двух ребят, вы знаете, о ком я говорю. В общем, ребят, все, вот все, остается буквально какая-то неделя до официальной встречи, и сейчас мы с вами, ребята, будем через буквально каких-то полминуты, далеко никуда не уходите, мы будем с вами разбирать игру против Эвертончика. Как выбрать букмекера для ставки? Во-первых, букмекер должен быть легальным, во-вторых, важна линия и коэффициенты, в-третьих, система платежей, чтобы можно было без проблем внести и вынести деньги. В pinup.ru все эти пункты на высшем уровне, так что переходите по ссылке в закрепленном комментарии, на сайте pinup.ru уже можно загрузить на матч против лица в первом туре АПЛ по годным кэфам. А еще вас там ждет бонус до 30 тысяч рублей за первый депозит и фрибет до 3 тысяч рублей по промокоду MYUNITED. Жмите скорее. Итак, ребят, что за состав такой выставил Сульшер? Ну, смотрите, да, самый, можно сказать, боевой, если мы опять же не берем Санчо и Варана, которые пока еще, значит, не успели влиться в коллектив. Варан там находится, сидел, смотрел матч дома, он, значит, под карантинчиком, и, ну, и Санчо тоже скоро вот уже вольется в команду на заслуженном, так сказать, отдыхе. Вот. Гринвуд, ребята, значит, расположение в первом тайме было очень характерным в том плане, что вот Гринвуд в этом сезоне, он будет бороться за место, значит, справа будет конкурировать с Санчо, как многим из вас может не показаться курьезным, но, тем не менее, факт, Марсиаль, наш лысый друг, он, значит, как-то будет пытаться, опять, в очередной раз Марсиаль будет пытаться что-то кому-то доказать, Джеймс, ну, и вот, друзья, на кого акцент, что интересно? Значит, интересно было посмотреть на Ван Дебека, который вроде как там подкачался, по какой-то особой готовился программе, значит, должен себя показать, он хочет, он не хочет никуда уходить. Он хочет доказывать, значит, свое место в полузащите, типа, вот первый сезон было недоразумение, сейчас все будет. Сейчас я о нем расскажу свои впечатления. Ну, Джеймс вряд ли может что-то нам новое преподнести, но вот Марсиаль и Гринвуд, как-то особенно с учетом того, что, значит, не будем забывать, что какая-никакая акклиматизация понадобится Санчо. И тоже большой вопросик, значит, он будет справа Санчо или слева, так что Гринвуд и Марсиаль, они, ну, должны, должны все время доказывать. И, ребята, главные, значит, мои впечатления. Особенно по первому тайму, потому что первый тайм был гораздо мощнее и серьезнее, там уже, ну, случился счет 3-0. Второй тайм был во многом экспериментальным из состава, который я вам покажу чуть позже, хотя бы исходя. Гринвуд. Я его хвалил, ребята, на предсезонке в предыдущих матчах. Он очень окреп. Он очень прибавил даже в скорости. Он забил первый гол, там, прессингуя, в общем-то, подкарулив ошибку Пикфорда. И был другой эпизод во втором, может, кажется, тайме, когда вот он резко, знаете, возвращается так, настигает соперника, отбирает мяч. В общем, рывок, напористость, агрессия, скорость взрывная у Гринвуда, то есть это из чисто физических компонентов. Мне кажется, он в этом плане очень подрос уже, ну, парень совсем молодой, да, то есть, понятно, в таком возрасте можно буквально даже за лето уже другим человеком стать. Бывало, возможно, у меня такое бывало, что прошло лето, возвращаемся, допустим, все на учебу, и какой-нибудь одноклассник, который был ниже себя, вот, друг у меня, Вазик, тоже за имью болеет, вы его видели на канале. И он херак вдруг выше меня на, сука, на 20 сантиметров практически. Ну, так бывает. И Гринвуд еще, то есть, он заматерел. Когда успел, я не знаю, но я очень надеюсь, что это мое впечатление не обманчивое, и у меня на него большие надежды. У него будет, безусловно, справа ли, или на позиции центрального нападающего, но, безусловно, у Гринда в этом сезоне будет много возможностей себя проявить. Мне очень нравится, как он отходит назад, как он участвует в розыгрыше мяча в глубине, и, опять же, его напористость, его мощь. Во втором тайме он очень уже хотел, очень хотел забить, там два момента запорол, особенно было обидно, когда Мата очень классно, супер классно разобрался в центре поля, ему отдал пас. В общем-то, оба раза Гринвуд мог отдавать на Пирейру, но, в принципе, зачем отдавать на Пирейру? А во-вторых, как бы, хотел разобраться сам, он и замешкался. Это очень положительное впечатление по Гринвуду. Марсиаль. Ну, он отыграл 45 минут, был довольно пассивен. Обычный Марсиаль. При том, что, в принципе, нормально комбинировали, взаимодействовали, Матич разбирался, как Бажина в центре поля, Бруно, все дела. Ну, естественно, там, Сэр Люк, ну, все, все как обычно. И все, по сути, в начале первой тайма там был момент у него, когда после удара Джеймса вроде-то, он неудачно отбил с острого угла, неудачно отбил Пикфорд. И там Марсиаль пытался подкоролить, не получилось. Я, честно, ребят, я, вот честно, я хрен знает, что будет с Марсиалем. И в какой раз уже, какой сезон подряд, значит, он будет пытаться что-то доказать, что, значит, вот я, вот я. То есть, с одной стороны, этот сезон можно считать для Марсиаля опять, значит, каким-то судьбоносным, потому что Кавани, значит, на один сезон у нас остается. Мы новых нападающих не подписываем. И вот вроде как Марсик, значит, должен за этот сезон показать, что, ребята, ребята, я тут, значит, никаких не надо покупать мне вот этих Холландов, каких-то непонятных людей. Я здесь все вопросы закрываю. Это ли будет он пытаться доказать и ему такую возможность предоставят? Или он такое скажет? Значит, Решфорд пусть там себе, значит, оперирует, да, что-то там режет, оперирует, зашивает. Я обосновываюсь слева. Джеймс, хороший старательный ты, мальчик, но садись. Я слева, Санчо справа, Кавани впереди, поехали. Может быть, и такой расклад. Честно, не представляю. А может быть, до конца трансферного окна он и свинтит. Но, учитывая то, что, как я уже сказал, значит, время на раскачку Санчо все-таки понадобится. И у нас, ну, скажем, до Нового года вряд ли стоит ждать полноценного Решфорда. Дай бог, чтобы он вообще приступил к тренировкам до Нового года. Ну, никто не знает, сколько это процессов времени. Как-то так брать и избавляться от Марсиаля, ну, как-то глупо. Вот. По Марсиалю, собственно, Ван Дебек, ребята. Ну, я разочаровал. Я писал, вот, написал я в первом тайме, в конце первого тайма в своем телеграм-канале, о том, что вот Матич, Матич просто во всех компонентах лучше Ван Дебека, при том, что Матич вроде мы рассматриваем как, ну, дедушка, которого пора бы списать, там, выручить за него, там, миллионов в восемь, я не знаю, и накинуть на покупку кого-нибудь. А Ван Дебек, типа, весь на амбиции. Как Матич расправляется, то есть, с мячом орудует в центре поля, как разбирается под прессингом, как отдает мяч вперед, Ван Дебек ничего этого не делает, проигрывает силовые единоборства, теряет мяч. Значит, что, вот какая функция у этого человека, да, там, на свободных мячах и разрывать пространство своим просто движением, линии раздвигать, какие-то метафорические непонятные у него условные функции у этого человека никто не знает. Не дай бог уйдет Погба, и мы никого не купим. Ну, вряд ли такое возможно, все-таки мы уже привыкли к тому, что мы покупаем людей. Но на Ван Дебека у меня надежды, ребята, нет. Я знаю, что есть у нас любители этого человека, не будем называть, произносить имя Тёмы вслух, но вот как-то совсем не убедил. Хотя предсезонка, ребята, вещь неблагодарная, я это знаю, смотрю не первый год предсезонку, бываешь наоборот, там разрывает предсезонку, потом никакой весь сезон, и наоборот, бывает по-разному. Но на то она и предсезонка, что вот мы смотрим и делаем какие-то выводы, а иначе зачем вообще смотреть. Вот, ребята, ну, Мага забил головой после углового там Люка Шоу, Бруно забил со штрафного, все это классно, супер, но вот, ну, Бати, вот есть у нас в команде Бати. Вот я, особенно после Евро, наверное, как-то изменилось даже такое отношение ощущенческое к Магуайру. Вот Магуайр – Батя, Люк Шоу – Батя, сэр Люк Шоу, да? Вот Бруно – Батя, даже Матич – Батя. Ну, в больших матчах Матич бывает и не Батя, по-разному бывает, но в целом он играет как Батя. Ну, а вот, а есть, а есть как-то вечно непонятный Марсиаль, вечно непонятный Ван Дебек. Не знаю. Значит, ребята, во втором тайме, вот состав, который вы видите, он был не с первых же минут второго тайма, он где-то минуте там к семидесятой нарисовался, потихонечку там добавлял игроков Сульшер. Ну, вот такая очень любопытная схема в итоге оказалась на поле, когда вышел Скотти, встал в защиту вместо Маги. Вышел Далот и очень рад за Далота, что он забил гол. Далот провел очень солидный второй тайм, хорошо продвигался вперед, уж получше как-нибудь. Уж точно лучше Ван Бисаки в плане атаки. Уильямс, кстати, тоже нормально, достаточно плотно играл. Ну, Фред дал голевую передачу, вышел Гарнер. Ну, вы все видите. И Гринут, значит, играл у нас в нападении, вот Гринут, он всю игру дал отыграть Сульшер. Ну и Погба. Погба начал в центре сначала с Фредом, а потом, когда ушел Дан Джеймс, Погба переместился налево. Мата играл как... Вот уже еще один батя, пожалуйста, Мата. Честно, ребята, впечатление хорошее во втором тайме осталось от Диога Далоту, от Маты очень хорошее впечатление. Ну, Перейра такой, ну, типа... Вот я не знаю, ребята, что делать. Вот Перейра, вот есть Джесси, который пропустил матч из-за короны, и мы ему желаем, скорее всего, конечно же, выздоровления. Перейра, значит, Далот, Лингард, да? Вот эти люди. Значит, Туанзебе... Вот я перед матчем читал, что Туанзебе вроде как уже отправляется в аренду. Есть там Астанвилла и Ньюкасла, там в зависимости от того, кто лучше предложит условия. Астанвилла, наверное, на позицию плеймейкера дырку залепить. Вот, и... Ну, уже у нас, значит, Пелистрий уже у нас ушел в свой оловесик. Гарнер тоже, наверное, куда-то уйдет. Вот люди, которые осталось буквально до начала сезона совсем ничего. И... Надо решать. То есть, пока... Зачем нам Перейра? Я не знаю. Кроме какого-то там матча первого круга Кубка Лиги английской, без понятия. Опять же, Далот провел хороший второй тайм, но... Ну, как подмена Бисаки, в принципе, почему нет? Потому что до этого у нас там был Уильямс, ну, у нас еще есть Телис. Телис как бы слева, да? То есть, Уильямс, получается, совсем на крайняк будет у нас латать дыры. Или справа, или слева. А Далот, например, как сменщик... Ну, Трипье, что-то мы не покупаем. Далот как сменщик у нас Бисаки. Вот. Гарнер, Гарнер, на самом деле, очень хороший парень. Но я тоже вообще не понимаю его судьбу. То есть, на самом деле, звучит так себе мысль о том, что Грин вот это последний на данный момент, последний игрок из Академии нашей, который вот прямо влился в основной состав. Все остальные детки по арендам, или где-то в глубоком резерве, или вроде а-ля Брэндон Уильямс, ну, как бы, не сильно приближены к основному составу, только в каких-то крайних случаях. Так что... И Гарнер, то есть, вроде тоже хороший, но полузащита, центральная полузащита, ну, там детям, ребят, не место, если ты не какой-то супер-вундеркинг. Так что, все еще мы, ребята, в ожидании центрального полузащитника. Не знаю, не буду вам говорить по именам, пока совершенно ничего не понятно. Вот пока, пока что, вот у нас осталась когда-то у нас игра, ну, ровно через неделю, да, 14 числа против лица. Нам бы увидеть в действии наших новичков, которых мы уже подписали. И ждем, конечно же, мы, ребята, Лионеля Месси. Ну, с Месси, на самом деле, тоже все уже... Это так, маленькое лирическое отступление. Месси там завтра присуху даст в Барселоне, и там, походу, там все согласовано уже с ПСЖ. Ну, это так. Промежуточные новости. Ну, и Лукако тоже в Челси, там все согласовано. По нашему третьему трансферу, ребята, пока никаких ответов совершенно нет. Как только появится, естественно, я вам, ребята, сообщу. Так что мы 14 числа играем дома против лица. 22-го у нас Саутгемптон. И 29-го Вулверхемптон. Ребята, кто хочет такое же изумительное английское произношение, записывайтесь на мои онлайн-уроки. Все, друзья, значит, все на позитивчике. Не забывайте о наших друзьях manutd.one, которым я и позволю себе от лица вас всех выразить благодарность за эту предсезонку, потому что они показывали все матчи, транслировали у себя в ВК. Я именно там смотрел и ссылочкой с вами делился. Всем можете все написать в комментах, что спасибо, ребята, MU1, красавчики. Не забывайте про наши социальные сети, про наш паблик, про наши все телеграм-каналы, ребятки. Скоро будет жарко, скоро будет новый сезон. Подписывайтесь, ставьте лайк и никогда не отчаяйте, потому что мы, сука, United. С вами был Миша, пока-пока. Потому что мы United, потому что мы United, потому что мы United, мы United навсегда. КОНЕЦ КОНЕЦ